Товарищи, рабочая крестьянская революция, о необходимости, которые все время говорили большевики, «свершилось!» – громко прокричал взобравшийся на железную бочку Ленин, энергично размахивая для убедительности зажатый в кулаке кепкой. Толпа скандировала восторженные крики, сопровождая бурными аплодисментами и свистом, будто всю жизнь только и ждала это судьбоносное сообщение. Так вот, товарищи, фанфары, антитопор перешагнул стотысячного подписчика. На контент подписались уже много больше ста тысяч человек. Свершилось! А если вы еще не подписаны, подписывайтесь. Не забывайте ставить лайки. Это очень важно. Они обязательны для того, чтобы и другие смотрели. Также благодарю, кто принимал и принимает активное участие в донатах для антитопора. Пользуется подпиской Patreon. Можно подписаться, и там ежемесячно определенная сумма будет высчитываться. А можете в любое время, значит, заблокировать и не будет высчитываться. Можете подписаться на Boosty или через Сбербанк это производить, если вы живете в России, вам так удобнее. Повторюсь, в России проблемы с YouTube, с рекламой на YouTube, замедление в YouTube и антитопор теперь существуют только за счет ваших донатов или моего мерча. Поэтому, если вы говорите, что твоя работа и червонца не стоит, в смысле моя работа, то можете приобрести мой мерч в виде вот этой вот моей книги записки странствующего Армянина. Так как нас все больше и больше, то и книгу еще далеко не все приобрели. Во всяком случае, вот этот вот первый том. Уверен, кто прочел, остались довольны. Закажите ее и вы. Если уж сами не любите читать, то оставите ее своим потомкам. С помощью моей книги, первого тома записок странствующего Армянина, вы узнаете о величине армянского народа среди других народов. О вкладе и укладе жизни армян от Патагонии до Рекьявика. Книга высылается по России и всему миру. Надо только заполнить купон, пройдясь по ссылке в описании видео, приложить чек об оплате и получите свой экземпляр. Если вы живете за пределами России, то напишите на e-mail. Там же и вам ответят, как оформить заказ. Вот так вот. Начали с революции коммунистов, закончили капитализмом. Теперь по теме, товарищи и господа. Всякий раз удивляюсь тому, как пришельцы из центрально-азиатских степей, предки азербайджанцев, чьими ближайшими родственниками являются туркмены, узбеки, уйгуры и так далее, кого они хорошо понимают по языку, пытаются наоборот выставить армян в качестве пришельцев в регионе. Между тем, забывая о том, что от Закавказья до Кавказа все народы, большие и малые, знакомы друг с другом и соприкасались с незапамятных времен, имея общие какие-то легенды, повести, былины, исторические письмена и устную информацию. Все эти народы имеют этнонимы и экзонимы, что еще раз подтверждает, что соседями они являются много-много столетий, а то и тысячелетий. Ведь этнонимы и экзонимы рождаются не вопреки, а благодаря давним взаимодействиям. Так грузины, называя себя «картвелеби», а армян «сомхеби», получают от армян свой экзоним по-армянски «вратсинэр», а себя называют «хаэр». Осетины, которые себя называют «иратте», называют армян «сомехэкте», а грузин «гурдзиэкте». Между тем, грузины, осетин «осэби», армяне «осэры», не путать с «азеры», русские называют аварцев аварцами, а себя аварцы называют «марулал», чеченцы «жай», лакцы «яруса» и так далее. Все друг друга называют по-своему. Не кажется ли странным, что в регионе только азербайджанцы, подобные «етхимам», называются у всех азербайджанцами, как и они себя сами называют? Да и в отношении соседних народов у азербайджанцев нет своих этнонимов. Они их называют по-арабски. Грузин «гурдзи», армян «эрмяне» от Армании по-арабски, русских «рус», немцев «алман», греков «юнан». То есть все это арабизмы. Что еще раз доказывает, что сами мы не местные, но на местное, так сказать, претендуем. Многие кавказские народности знают о своем прошлом благодаря древнеармянским источникам, в том числе из работ Мофсеса Хоренаци, писавший о дагестанских народностях в его время кавказо-албанских племенах. О грузинах он писал, о сетинах, с которыми у армян имеются общие исторические связи, и по тому же Мофсесу Хоренаци, аланская осетинская царица Сатиник, в первом веке до нашей эры вышла замуж за армянского царя Арташеса. Ныне имя Сатиник довольно распространено среди армянских дам. У грузин в их средневековой летописи «Жизнь картлийских царей», описывающей историю предания периода античной картли Грузии и некоторых соседних народов Кавказа, который написал грузинский историк XI века Леонтий Мровелли, первый народ в первой главе начинается с армян. Представляете? Армян, которые являются старшими братьями и кавказской, по мнению Мровелли, семье. Снова нет азербайджанцев. Их, если кто-то где-то и называет иначе, то видит татар у русских, татреби у грузин и турк у армян. Не более. И я согласен с Мровелли. Именно армяне оставили наследие для многих кавказских народностей, как старшие братья, в своих рукописях и исторических памятниках описания, или как алфавиты, например, Маштоца для Удин, Лизгин и других народностей Кавказской Албании до ее исламизации. Именно армянские храмы послужили прототипами других христианских храмов в архитектурном смысле. Так как из Армении на Кавказе распространилось христианство и задолго до того, как возникло византийское православие, куда позже примкнула грузинская церковь, зато албанское Удинское в черте армянского, древнехалкидонского православия так и осталось. Армяне даже молодым народностям умудрились передать то, чего им самим не принадлежит, в смысле армянам. Например, основоположником исполнения Мугама на Кяманче в Баку был знаменитый Нефтон Григорян. Ему же принадлежит один из многочисленных разновидностей Мугама-Шуштер. Я уж подробно не говорю об уроженце Арцаха, дирижоре Аванес Юаниссяни, который в 1920 году создал в Баку первый народный инструментальный ансамбль для местных татар, как тогда азербайджанцев называли. В архивах фонотек остались и пластинки Юаниссяна с его азербайджанскими народными рапсодиями Чаргия. Конкретно эта пластинка была выпущена в 60-х годах, когда уже зак-татары стали азербайджанцами. Я бы еще прошелся по святым местам. Первый грузинский святой Шушаник, которая армянка по национальности и дочь Вардана Мамиканяна. А что Азербайджан, спросите вы? Вот азербайджанцы хоть и называют Армению западным Азербайджаном, но видимо все в точности да наоборот. Если мы заглянем, в каком месте закончил свой земной путь другой христианский святой апостол Варфоломей, то увидим, что это Албана Армянская. Бакинская пропаганда говорит, что это Баку, так как под девичьей башней нашли церковь Варфоломея, что лишний раз подтверждает, что Баку в годы Варфоломея входил в состав части Албании Кавказской, управляемой Великой Арменией. Оттого она и Албана Армянская. Все претензии не ко мне, а к словарям и справочникам, в том числе британской и американской, можно любым прочим. И вообще, ничего удивительного, ведь на территории современного Азербайджана армяне поселились куда раньше предков азербайджанцев. Вот, например, карта Ширвана, тот, что теперь Азербайджаном именуется. На карте мы видим земли Лизгин, они там прописаны, Табасаранцев, Кумыков, Чеченцев. И среди всего этого пестрого в этническом смысле региона читаем Арменин Велич на месте сегодняшнего хачмаза, имеющий корень хач, крест. Как видите, дорогие мои армяне, давние соседи Кавказа и кавказских народностей. Что-то отдавали свое, что-то брали у других соседей себе. Нормальное взаимопроникновение культур и этносов. А кто такие вы, азербайджанцы, и какое место занимаете в летописях соседних народностей? Пожалуйста, вот в комментариях напишите, где у кого из соседних народностей в Средневековье вы занимаете какое место в летописях. Есть ли вы там? Не найдете. Видимо, такая останется эта самая тайна за семью печатями. С уважением, ваш Вадим Мялин. Обращайтесь. Ну а хорошим людям, всем хорошим, снова напоминаю о книге, лайках и будьте здоровы.